Дорогие женщины, замечали ли вы, что в мире существуют две реальности? В одной живут мужчины и дети, а в другой женщины. И в чем эта реальность заключается, или чем они отличаются друг от друга? Ну вот смотри, если вы не можете найти какую-то вещь, а потом приходит мама или жена и возмущенно указывает на этот предмет, который лежит прямо перед вашими глазами, то это женская реальность. И пока женщина не указала на него, то вашу реальность вообще не перемещается. Да нет никаких параллельных реальностей, просто вы все хорошо прячете. Да ничего мы не прячем, я тебя уверяю. Да вы все прячете, вот если жене сказать, она подтвердит. Ты знаешь, это связано с вашим зрением. Мужчины по сравнению с женщинами имеют вот меньшее периферийное зрение. Мозг мужчины обеспечивает ему туннельное видение. То есть вот смотри, способность видеть четко и ясно перед собой, но на более дальнее расстояние. Тогда для мужчин надо разработать туннельные холодильники. А то мы вечно стоим перед ним, как будто что-то рассматриваем в нем. Это странное ощущение какое-то? Ну это всем знакомо, открыто и смотрит. И ничего найти не можем. Жена, жена, ну вот ж, господи, вот так мы начинаем утро. Ну вот, ну пока не разработали для вас специальные холодильники, да, в которых все находится сразу, предлагаю посмотреть сюжет об умном хранении продуктов в холодильнике. Что, возможно, облегчит вам поиски блюда, которые приготовила мама или жена? Давайте посмотрим. В этом холодильнике вообще что-то можно найти? А вот если бы все лежало на своих местах, я бы уже давно все нашла. А поможет мне сегодня в этом организатор пространства. Да-да, есть такая профессия. Давайте узнаем о ней подробнее. Организатор пространства – это специалист, который помогает расположить все вещи в доме удобно и сделать жизнь человека комфортной. И сегодня в программе мы покажем, как организовать умное хранение продуктов в холодильнике. Лучше всего крупные продукты разделять на мелкие, то есть что-то порезать можно, распределить по пакетам, либо по контейнерам. Что-то, что-то вы можете сразу использовать, ну, ближайшие там 2-3 дня. Что-то вы можете заморозить и использовать в будущем. Каждая колка предназначена для определенного продукта. Там есть определенная температура, потому что идет обязательно, как вам сказать правильно, охлаждение снизу вверх. И получается, самая верхняя полка, она идет в более такая теплая, ну, такая плюсовая температура. Потом идет уже более холоднее, холоднее. И там в самом низу уже более такие продукты, где влажность сохраняется, и они будут дольше сохранять свою свежесть. А сейчас мы покажем вам на примере, как можно организовать пространство в холодильнике так, чтобы хранение продуктов было компактным и удобным. Поехали! И вот, что у нас получилось. Лекарства, пакетики, бутылки и банки мы расположили на дверце. А молочные, мясные и овощные продукты мы распределили в отдельные сектора. А теперь я хочу с вами поделиться некоторыми лайфхаками. Если у вас остались продукты, после приготовления, и вам их нужно убрать, чтобы они не заветривались, используйте обязательно эти пакеты. До следующего приготовления они у вас легко сохранятся. Если осталась еда, и у вас нету крышек от контейнеров, то сейчас нам могут помочь в этом крышечке. Еда не будет обветриваться, и вы можете потом ее использовать. Сегодня мы узнали о такой интересной профессии, как организатор пространства, и превратили беспорядок в холодильнике в правильное и удобное хранение продуктов. Пользуйтесь данными лайфхаками, и путь у вас всегда будет в порядок. Смотрите все выпуски программы Танже Студио на нашем YouTube-канале.